Иногда в жизни кажется, что выхода из создавшегося затруднительного положения нет. Но это не так. Выход есть всегда. Обычно в жизни его следует искать там, где был и вход. А в шашках выход следует искать с помощью комбинации. Комбинация – это мощнейшее оружие в руках опытного шашиста. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько партий, в которых одна из сторон побеждает соперника только с помощью комбинации. А в остальных продолжениях везде проигрыш. Вначале простейший пример. GF4, Fe5, FG3, EF6. И здесь, в этой позиции, белые могут сделать провокационный ход. Аб4. Сразу же за черных хочется сыграть БЦ5. И кажется, что белым остается только сдаться. Потому что надо спасать шашку. Допустим, если белые отходят БА5, тогда черные выигрывают две шашки таким образом. Если же закрываться, тогда снова следует этот удар. И черные остаются с двумя лишними шашками. Кажется, что выхода в этой позиции у белых нет. Но на самом деле, белые здесь даже побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые неожиданно играют GF4. И выясняется, что в какую бы сторону черные не побили, они везде проигрывают. То есть, если черные бьют на поле G3, тогда бьем вперед. Черные бьют. И белые остаются с лишней шашкой. Если же в этой позиции черные бьют на поле C3, тогда сразу же играем их G5. И снова белые выигрывают шашку. Как и было в партии Кукуев-Чесноков 1922 года. В этой позиции черные сделали последний ход GF6. И рассчитывали, что у них здесь везде выигрыш. Давайте рассмотрим возможные ходы за белых. Если белые, допустим, меняются Bc3, тогда черные здесь быстро выигрывают. FG5, не дают пошевелиться на правом фланге белым. Ну, тогда после Dc3 играем CB6. Ну, или не CB6, GH4. Тогда CB2, CB6, B3, B5. Надо жертвовать шашку еще как-то, пытаться сопротивляться. Ну, и на ход ED4 играем AB4. Присосочка. Ну, выясняется, что позиция белых проиграна. То есть, если просто идти в дамки, видите, приходится жертвовать еще шашки, потому что дамку поставить нельзя. Из-за того, что она будет тут же поймана. И черные победят. Поэтому в этой позиции Bc3 играть нельзя. Если белые в этой позиции играют Dc3, тогда черные также побеждают CB6. Ну, и выясняется, что CB4 нет из-за простого B5. А если белые, допустим, проводят вот такой удар, то куда бы они не побили, они проигрывают. То есть, если бить на А7, тогда черные бьют на G5. И снова, видите, нельзя ставить дамку из-за того, что она будет тут же поймана. Рано или поздно черные там победят. В той позиции. Если же побить на поле G5 в этой позиции, тогда черные играют дамкой на поле А3. И затем также легко побеждают. Поэтому кажется, что в этой позиции выигрыш черных неизбежен. Ну, на самом деле, белые могут провести здесь очень красивую комбинацию и даже выиграть. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют АB4. Черные попадают в дамки. Белые бьют 3 шашки. И черные вынуждены побить дамкой еще 2 шашки. Тогда белые сами попадают в дамки. Черные бьют еще 2 шашки. И выясняется, что одинокая дамка белых побеждает дамку и шашку черных. Потому что на любой ход черной дамки бьем до конца и шашка черных H2 остается в заперти. Белые побеждают. Следующая партия знаменитого мастера Бориса Миротина. Он ее выиграл в 1932 году у неизвестного шашиста. СД4, ДЕ5, БЦ3, ЕД6. Разыгран дебют перекресток. В этой позиции белые сразу же берут черных клещи. То есть видите, вот это вот построение белых и черных шашек напоминает перекресток на дороге. Поэтому дебют получил название перекресток. В этой позиции черные меняются на поле А5 и белые играют ФЕ3. Черные АБ6, белые ЦБ2. Ну и здесь надо играть ФЕ7. Ну естественно ФЖ5 нельзя играть из-за простого ударчика. Белые отдадут одну шашку и побьют сразу же три с выигрышем. Поэтому играем ФЕ7. Ну и здесь белые играют ЖФ2. И в этой позиции возможен провокационный ход БЦ7. Кажется, что белые выигрывают после ЕД4 во всех вариантах, но это не так. Здесь черные проводят очень красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. В партии черные пожертвовали шашку БЦ5 и напали сразу же на две шашки. Ну, надо закрываться, другого нет, в дамке идти плохо. Поэтому здесь есть два хода ФЕ3 и ДЕ3. Если белые закрываются ходом ДЕ3, тогда играем ЕД4. Ну и у белых есть два взятия. Если побить шашкой на Ц5, тогда бьем шашкой на Д2 и затем прорываемся в дамки. И белые не успевают пройти в дамки, так как их шашка тут же ловится и черные побеждают. Если белые в этой позиции бьют на поле Е5, тогда проводим удар трапеция. То есть отдаем шашку АБ4 и бьем на А5. Ну и после всех перебоев проходим в дамки и легко побеждаем. Первый вариант рассмотрели. Если в этой позиции белые закрываются ходом ФЕ3, тогда черные снова подрывают пункт Е3 ходом ЕД4. Ну и как бы белые не побили, у них проиграно. Если они бьют на С5, тогда бьем на поле Б4 и затем совершаем вот такой красивый удар. Ну видите, Б7 нельзя играть, потому что черные разменяются, пожертвуют свою дамку, но у них здесь две лишние шашки и они легко побеждают. Если в этой позиции белые побьют на поле Е5, тогда здесь уже снова побеждают удар трапеция. То есть играем АБ4, Затем бьем на А5. Ну после того, как белые бьют на поле С7, снимаем четыре шашки соперника с красивым выигрышем. Именно так и было в партии мастера Миротина. Следующая партия возникает после ходов СД4 ФГ5, БЦ3, ЖХ4, СБ4, ДЦ5. разыгран дебют городская партия. Здесь обычно все бьют на С5. Но возможен и бой на поле С3. Это система мастера Семенова, московского мастера. То есть в этой позиции у черных позиция хуже, но возможно очень красивая ловушка. ДЦ7, укрепляем свой правый фланг, Б5, БЦ5, АБ2, ЖФ6. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги и подтягивают силы к центру. Здесь в этой позиции мастер Петр Цветой, ленинградский мастер, сыграл ЕД2, но был возможен ход СД2. И здесь в этой позиции возможна очень красивая комбинация за белых. Например, ФЖ5, БЦ3, АЖ7, ЖФ4 и здесь проигрывает ход ЖФ6. Разверну позицию, чтобы было удобно найти комбинацию. В этой позиции белые проводят красивую комбинацию в стиле первого чемпиона Российской империи Сергея Сергеевича Воронцова. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют АБ4. Затем СБ4, Затем ФЕ5, ДЦ3, ЕФ4 и красиво снимают пять шашек соперника выигрышем. Вот такая красивая комбинация. В партии же мастер святой сыграл ЕД2. Черные тогда играют ЕД6 и на ход БЦ3 играют АБ6. Белые занимают центр, но черные его тут же вяжут в клещи. Белым надо закрываться ДЦ3 и черные здесь делают отличный ход АЖ7. Благодаря этому ходу в партии сохраняется равновесие. Правильно в этой позиции было меняться назад ЦБ4 ну и после хода ФЕ5 сыграть ДЦ3 с угрозой ЕД4. И здесь черных выручала только комбинация ЦД6 и ЕФ4. Здесь у белых единственное взятие Ц на Е5. Ну и после того как черные отыгрывают шашку здесь проще всего разменяться таким образом ну и партия скорее всего закончится ничьей. Но в этой позиции черные увидели что могут пожертвовать шашку и быстро выиграть. Поэтому мастер святой на ход АЖ7 сыграл АБ4 пожертвовал шашку и напал на черных ходом ЕФ4. Кажется что черным остается только сдаться хороших ходов у них нет но тем не менее в этой позиции черные проводят очень красивую комбинацию впервые я познакомился с данной комбинацией из книги мастера Герцензона и мастера Андрея Наприенкова не помню уже как называлась книга книга была для начинающих шашистов и я по-моему эту комбинацию решил и вот друзья сегодня предлагаю вам решить эту комбинацию можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черный очень красивый выигрыш HG5 куда бить белым но если побить на поле D6 тогда белые останутся без шашки поэтому так бить нельзя приходится бить на поле H6 тогда черные проводят вот такой стандартный прием EF4 Bc5 пропускают белых дамки ну и дамка тут же ловится и выясняется что позиция у белых проигранная например AB6 ставим дамку ну и на ход Fe3 надо точно сыграть дамкой на поле F6 с угрозой затем напасть на шашку B6 с поля D8 белые могут отойти ну и здесь проще всего сыграть дамкой на поле H4 не давая белым никаких шансов то есть на такой ход уже можно просто напасть в поле G3 а если белые пойдут сюда тогда нападаем 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 ну и белым здесь можно сдаться если вам понравилось данное видео пожалуйста поддержите мое творчество большим пальцем вверх и подпиской пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...